Тверская гимназия номер 10 приняла в своих стенах творческих школьников, гимназистов и лицеистов. Они приехали со всей Твери, чтобы сразиться на шпагах, найти любовь и рассказать свою историю прихода в мир театра. Мария Шалованова узнала секреты успеха начинающих актеров. Генри Хиггинс, полковник Пикеринг и Элиза Дулиттл – герои одной из самых известных пьес Бернарда Шоу. Пигмалион до сих пор имеет огромную популярность во многих странах и пользуется успехом в наши дни. Доказательство этому – вот эта постановка в исполнении театра студии «Рампа» гимназии номер 10. Черт, повели, она так неотразимо вульгарна, так вопиюще грязна. И вовсе я не грязная. Я младший тем, как идти сюда. Эта постановка уже принесла им успех. Коллектив занял второе место во всероссийском межрегиональном конкурсе, который прошел в прошлом году. Эмоции не утихают до сих пор. Я считаю, что мы показали себя, показали, что мы можем и кто мы есть. Нас сюжет заделал. Он прям подходил под наш репертуар бывших лет. Я люблю театр, потому что театр – это не только игра, это друзья и семья. Это те чувства, которые ты не испытаешь в тех самых развлекалках, на которые можно было бы потратить время. Идейным вдохновителем и режиссером «Рампа» является Елена Никитина. Она же – организатор фестиваля. По ее признанию, сегодняшний конкурс не является соревнованием. Это скорее творческая площадка для общения и обмена опытом. Театр, наверное, никогда не будет соревноваться в мастерстве, потому что театр – это такое искусство, это искусство дружбы, искусство поддержки. Сегодня обязательно каждый театр получит диплом с номинацией, которую заслужили актеры или сам театр, или штицы. Не наградить за работу просто нельзя. В этот день зрители фестиваля смогли увидеть отрывки из классических произведений. В том числе и роман «Отремушкетера» Александра Дюмасына, сказочные повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», а также сказки Самуила Маршака «Кошкин дом». Там стучится урок, я вошел двойник с танком, мы кошкины племянники.